Под восточный счет дети и их родители повторяют движение заименитым спортсменом. И то ли так действует магия японских цифр, то ли массовость мероприятия пробуждает ответственность, но кажется у всех утренняя сонливость сменяется бодростью. Я думаю, что со временем участие в зарядке будут принимать все больше и больше народу. Конечно, хотелось бы, чтобы такие зарядки проходили непосредственно у нас во дворах по месту жительства, чтобы можно было просто с утра выйти из дома, действительно зарядиться энергией и с хорошим настроением пойти на работу на благо нашего родного города. Школьники, спортсмены, депутаты, медики говорят, зарядкой можно и нужно заниматься независимо от возраста и статуса. Сейчас интерес к утренней гимнастике у челябинцев вновь начинает просыпаться. Сегодня возрождение добрых традиций с прошлых лет. Ну, я считаю, металлургический район всегда отличался своим спортивным закалом, своим настроением к спорту. И чтобы спорт так и продолжал лидировать среди увлечений молодежи, в металлургическом районе решили сделать зарядки регулярными с 11 утра. Каждую субботу до 11 августа мы будем проводить активную зарядку для жителей и любителей спорта металлургического района. И закончено это все в 11 августа сдачей норм ГТО. Самое важное, считают организаторы, привлечь к этому делу самых юных горожан, чтобы привычка заниматься спортом была на всю жизнь. И каникулы – лучший способ научиться чему-то новому. От общественного движения «Сосгород», от нашего руководителя, депутата Государственной Думы Российской Федерации Андрея Викторовича Барышева, мы желаем вам всем, ребята, хорошего лета, замечательного настроения, набраться силы, чтобы с новыми силами 1 сентября прийти в школу. Галина Федорченко, Юлия Алексеева, Антон Ступко, СТС «Челябинск».